Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События среды в репортажах наших респондентов. Главные новости. В трех районах республики идет реализация программы по обустройству мини-садов интенсивного типа. Программа предполагает высадку на территориях Яблонь, площади 10 соток. Замена подпорной стены, асфальтирование дороги и капитальный ремонт дворов. Такие работы на улицах Советской и Байрампулова в Карачаевске будут сделаны до конца этого года. У нас очень серьезные водоемы, у нас горные реки с быстрым печеньем. МЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности на воде. Неустанная работа над собой и умение перевоплощаться на сцене. Секрет успеха на театральных подмостках раскрывает актер Александр Уртенов, который отмечает 50-летний юбилей. В Карачаево-Черкесии активно развивается промышленное садоводство. Современно сад сегодня это новые технологии, современная техника, высококлассные специалисты и коллектив единомышленников, любящих свое дело. В трех районах республики идет реализация программы по обустройству мини-садов интенсивного типа. Программа предполагает высадку на территории Яблоневых садов площадью 10 суток каждый. Финансирование покупки саженцев и установки капельной системы рошения будут осуществляться из бюджета республики. В Карачаевске по поручению главы Карачаева-Черкесии начата работа по капитальному ремонту подпорной стены и дороги на улицах Советская и Байрамкулова. Часто поступали жалобы и обращения от жителей с просьбой решить данную проблему. О том, как идут работы, расскажет Аслан Гирюгов. Жители Карачаевска, проживавшие по улицам Советская и Байрамкулова, часто обращались с просьбой отремонтировать подпорную стену. Изначально данные улицы не входили в муниципальную программу повышения безопасности дорожных движений на 2020 год. Их планировали отремонтировать в следующем. Но из-за долгого периода эксплуатации стена сильно повредилась и работы начались в этом году. На сегодняшний день она полностью демонтирована и работы ведутся в полном объеме. В начале июля месяца мы заключили контракт с подрядной организацией и в данный момент ведутся работы. Там подпорная стенка уже рушилась, крендала и постепенно она начинала сползать. Это имело опасность для дома Курджиева-3, который непосредственно находится над дорогой, над подпорной стенкой. Поэтому, значит, работы в данный момент там демонтаж старой подпорной стенки сделан и ведутся работы уже по строительству новой подпорной стенки. Также Руслан Башлаев отметил, что по плану до конца этого года, помимо замены подпорной стены, также планируют асфальтировать дороги, общая площадь которых составит 2500 квадратных метров, и начать капитальный ремонт дворов. По проекту там предусмотрено и благоустройство верхней части над подпорной стенкой. Там, получается, верх подпорной стенки – это дворовая территория. Там будет партерное озеленение и перильное ограждение вдоль подпорной стенки, чтобы обезопасить людей, чтобы ребенок или кто-нибудь не упал оттуда. Данные объекты отремонтируют поэтапно по утвержденному графику и сдадут до конца 2020 года. Аслан Гелюгов, Роберт Джугутанов. Вести Карачаева-Черкесия. Карачаевск. И вести из-за оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 24 нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4283. Из них 2759 человек выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 117 пациентов. И время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Днем до плюс 22. В Черкесии без существенных осадков температура ночью 16-18, а днем 28-30 градусов тепла. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В этом году в рамках нацпроекта образования в Карачаево-Черкесии откроются сразу 42 пришкольных образовательных центра цифрового гуманитарного профиля «Точки роста» в 11 муниципальных районах республики. Еще в 19 школах такие образовательные центры уже существуют. «Точки роста» — это кабинеты, укомплектованные по последнему слову техники для проектной деятельности и углубленного изучения таких предметов, как информатика, основа безопасности жизнедеятельности, технология. Каждый из «Точек роста» будет оснащена четырьмя квадрокоптерами, 3D-принтером, ноутбуками со специальным программным обеспечением, интерактивным комплексом, шлемом виртуальной реальности, комплектами робототехники, оборудованием по обучению шахматам, тренажерами для оказания первой медицинской помощи и множество другими. Сейчас подготовка центров «Точки роста» находится на стадии ремонта, так как для данного проекта есть определенные требования по дизайну помещений. Все они должны быть оформлены в едином стиле. Ремонт продлится до 25 августа, а уже в сентябре образовательные центры начнут свою работу. Всего в Карачаево-Черкесии «Точки роста» будут работать в 61 школе. С введением третьего этапа снятия ограничений в республике открылись плавательные бассейны и водоемы. Чтобы купальный сезон радовал целое лето, необходимо соблюдать правила безопасности на воде как взрослым, так и детям. Али Баташев расскажет о том, как не навредить своему здоровью и успешно провести отпуск или каникулы. Купание в летней зной любят и взрослые, и дети. Многие мальчишки и девчонки приходят на пляж без родителей. И часто о правилах безопасности на воде они узнают из памяток, которые раздают им сотрудники МЧС. Мы не купаемся в местах запрещенных и неизвестных нам, то есть для того, чтобы не попасть в какой-нибудь водоворот, удариться там о корягу, повредить ноги. Мы следим за детьми, когда находимся на водоеме. Мы не подаем ложных сигналов о помощи, мы не употребляем спиртные напитки. То есть это основные правила, которые необходимы для безопасного поведения на воде. Некоторых юных любителей плавания не останавливает даже непогода. Когда небо содрогается от грома и проходящий ливень побуждает многих покинуть пляж, отдельные отчаянные пловцы продолжают нырять и купаться. Нахождение в воде сопряжено с риском для жизни, а экстремальные условия увеличивают опасность. Будь то жара или дождь, говорят спасатели. Вроде бы отдыхаем, но мы находимся в среде, которая опасна, которая не предназначена для нашей жизни. Мы в ней можем находиться только кратковременно. А вот в жаркую погоду, если мы очень быстро войдем в водоем, у нас может произойти мышечный спазм. Очень резко меняется температура тела, то есть нагрузка на организм, на сердечно-судистую систему. Что касается дождливой или ветреной погоды, здесь может быть удар молнии, здесь может быть потеря видимости. То есть вас ослепило ветром, бросило в глаза какой-нибудь пакет, мусор, песок. То есть купаться нужно в определенных местах и в хорошую погоду. В погоду, предназначенную для этого, а не в экстремальных условиях. Мы же все-таки отдыхаем, а не занимаемся экстремальным видом спорта. Вопрос обеспечения детской безопасности на водоемах республики по-прежнему остается острым. У нас очень серьезные водоемы, у нас горные реки с быстрым течением, поэтому если вы отдыхаете на берегу водоема с детьми, дети должны быть под постоянным контролем. За ними необходимо постоянно смотреть, потому что обрывистый берег, быстрое течение, здесь буквально недалеко до беды. Поэтому, товарищи взрослые, если вы находитесь на берегу горной речки с детьми, будьте добры внимательно следить за ними. Но опасность состоится даже в водоеме с устоячей водой, то есть на нашем зеленом острове очень много детей приходит без сопровождения взрослых. Спасатели делают замечания, спасатели делают постоянные объявления, но ребенок, который не контролируется взрослыми, значит он на это обращает очень мало внимания и подвергает свою жизнь опасности. МЧС призывает родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой несчастного случая. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Свой 50-летний юбилей отмечает актер Карачаевского театра Александр Уртенов. За время своей творческой деятельности он участвовал во многих известных театральных постановках. О насыщенной творческой жизни актера подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мне важно уметь проникаться образом и постараться сыграть свою роль так, чтобы привлечь внимание зрителя. Александр Уртенов работает в Карачаевском театре с 1999 года. Окончил училище культуры и искусств. Родился артист в творческой семье. Его отец Борис Уртенов заслуженный артист России, который поражает своей актерской игрой, как в спектаклях «Таги» в киноработах. Мать Тамара Уртенова художественный руководитель детского хореографического ансамбля «Карча». Александр Борисович признается, что успех каждого актера – это неустанная работа над собой и умение перевоплощаться на сцене. Мне нравятся роли, когда нужно подумать, как в образ войти, как его решить, чтобы хорошо сыграть. Как говорится, чтобы раскрыть один процент таланта, надо 99% физически работать. Ну, да, отрабатывать можно. Трудиться, но. Александр Уртенов играет эпизодические роли во многих известных спектаклях Карачаевского театра. Также вместе со своим отцом Борисом Уртеновым участвовал в популярном спектакле «Волшебный напиток Карачая» и «Дороги Ходжана Средина». Сам же Александр хотел сыграть в пьесе Николая Гоголя «Ревизор», а именно самого «Ревизора». Актер должен любить свое ремесло, чтобы получить ту отдачу и духовную энергию от зрителя, отмечает Александр Уртенов. Я тоже верю, что второстепенные эпизодические роли тоже могут помочь в спектакле, разукрасить спектакль. Если актер самостоятельно умеет что-то сочинять, что-то изобретать, скажем так, если он умеет что-то, думает, да, соображает на сцене. В общем, знает свою работу. Если ему нравится работа, то он все выполнит так, что даже режиссер может позавидовать, как он работал. Он трепетно относится к каждой своей роли, отмечает директор Карачаевского театра Руслан Гачаев. Ответственность и трудолюбие являются особой чертой характера Александра Уртенова. Безусловно, даже эпизодическая роль может украсить постановку, и впоследствии она станет запоминающейся, а сам актер станет популярным благодаря даже маленькой роли. Он довольно-таки удачно играет в сказках. Много ролей им было сыграно, особенно ему даются, значит, отрицательные персонажи, сказочные персонажи. И он великолепный сам, он очень музыкальный парень. Вот, мы довольны его работой. Так что он играет, но если он это делает, свою роль, он делает от души. От души прямо начинает спорить с режиссером и говорить, что вот так нас учил Станиславскому, по Станиславскому так, и я хочу вот так сделать. Ну, то есть он полностью отдается роли. И это очень отрадно. Александр Ультенов вместе с супругой растят двоих детей. Они тоже пошли по стопам отца, а старшая дочь и младший сын занимаются музыкой и танцами. Сам юбиляр убежден, что работа актера так многогранна и разнообразна, что в каждую роль нужно полностью погружаться, чтобы добиться результата. А главное – получить любовь и признание зрителя. Али Ханепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Такой была среда в Карачаево, Черкесии. А прямо сейчас в продолжении сериала «Испытания». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин